Друзья, всем привет! Я Димас, вы на канале Хукс Бразер Хукс. И сегодня для вас решили приготовить, ну, такое простецкое блюдо. Нам купили вот такую рыбку, наши подписчики. Свет, привет! Спасибо! Огромное! И решили ее просто запечь, потому что с горбушей сложно. В плане, на соль она копченая, соленая, она чуть суховатая, такая кремообразная получается. Запеченная может быть посочнее. Но постараемся дело сделать так, чтобы было посочнее. Мы взяли приправу для рыбы, соль, немножко лимончиком, как кислинку добавим. Перец решили свежий запечь тоже вместе с рыбой. Тоже, может быть, он какую-то изюминку даст. Также, может, печеного лучка положим. Также вот такие корени взяли, разные тут сельдереи, пастернак, петрушка. Как-нибудь внутрь, может быть, уложим, даст свою ароматику рыбе, она более такая будет. Более вкусная, приятная. Также вот масло будем авокадо использовать. Можете взять растительное, какое вам больше нравится. И творожный сыр тоже мы как-то внутрь добавим, чтобы он может тоже свою изюминку даст рыбе. Она не потрошенная. И, возможно, это девочка. И мы будем надеяться, что с икрой, никто из нее там ничего не выжил. И будем рады, что она будет с икрой. В принципе, по всем признакам, похоже, что нет зубов, либо их срезали. Похоже, что девочка. И она такая плотненькая здесь. Может, объелась просто что-то. Крыску съела какую-нибудь. Так что сейчас приступим к разделке нашей рыбы. И будем ее мариновать и запекать. Начнем. Берем вот этот плавник. Он нам не нужен. Ни к чему. Делаем надрез на спине. Вот ровненько. В этом деле не торопитесь. И прям по голове тоже. Нам голову надо разрезать будет. Мы вытащим жабры оттуда. Рыбка у нас немножко подмороженная. Ну, я думаю, все получится. О, икра есть, как видите. Это прекрасно. Аккуратно по хребту. Ну, чуть мясо есть. Мы оставили, ничего страшного. Вот, ну, так разделывайте и будем жабры потом вынимать. В принципе, должно все просто получиться. Тут язык рыбы присутствует. У любой рыбы есть язык. Вот, достаточно много икры. В принципе, вот она замороженная, она чувствовалась. Плотная такая. Либо она что-то рыбы съела. Вот, либо икра. Печень тут есть, но мы ничего не будем это употреблять. Так что, вот такой вариант есть. Если вы желаете не покупать икру в банке, купите вот такую горбушу или подобную красную рыбу. И у вас вот получится, вот тут килограмма, наверное, полтора примерно. И вот баночка икры, грамм двести. Вот это точно есть икры. Так что, вот, хорошая, прекрасная. Правда, замороженная, но ничего страшного, икра. В принципе, видите, даже может хорошо, что она замороженная. То, что все внутренности хорошо отделяются. Вы не сильно пачкаетесь. И жабры должны тоже легко отделиться, вытащиться. Все внутренности вытащили, мозг остается, язык вот отрезали. Он нам не нужен, грязный, несъедобный. Минимум я испачкался, все чисто, хребет остался. Не слишком получилось разрезать ее хорошо, но, в принципе, вот как видите, рыба целиковая. Так что, все, сейчас пойду ее помою. Снимать здесь на это не будем процесс. И так разделки вам хватило. А, ну вот, мы решили все-таки, чтобы сочность придать. Перчик один болгарский и творожный сыр смешать. И внутрь, чтобы была рыбка более сочная внутри. Так что, делаем массу такую. Ну вот, все у нас такая прям вот получилась. Сочная штука. Даже очень сочная. Натрем нашу рыбу солью. И немножко специй добавим. Немножко перечка. И соль еще натрем тоже. Постараемся сделать опять малосольную рыбку. Кладываем наш творожный сыр и перец. Вот, посыпаем орешки. Немножко для аромата положим зелени нашу. Сушеный. Она придаст вкусноту нашей рыбке. Возьмем лимончик. И немножко польем нашу рыбу. Вот, оторвем пергамент. Такой кусочек небольшой. Переложим нашу рыбку. Польем остальной смесью. Довольно-таки сочная получается. За счет творог он может быть даст сочность нашему блюду. И перец сочный. Все сделали. И аккуратно закрываем нашу рыбку. Хрустит. И вот так выкладываем стоя прямо на поднос. И польем маслицем. Сейчас вот рыбу поставим запекать. Потом добавим перец. В ней тоже его подпечем. Потому что рыба будет готовиться намного дольше, чем перец. Ну, надеюсь, вкусно получится. В принципе, на вид очень симпатичный. Друзья, ну, как у нас обычно, 200 градусов вверх-вниз режим. И ставим нашу рыбу. Воду ничего не будем подливать. Посмотрим по мере готовности, что как. Может быть, и подольем. Ну, думаю, вряд ли оно и так будет сочной. Рыба запеклась у нас. Смотрите, как она выглядит. Прекрасная. Уже подостыл поднос. Ну, рыбка дымится. В общей сложности с перцем у нас запекалось где-то час-час двадцать. В принципе, рыба быстро запекается. И вот такое чудо у нас получилось. Все дымится. Корешки наши очень вкусно. Вот сельдереем пахнет. И перец, естественно, очень вкусно пахнет. Такая рыбка получилась у нас. Сейчас раскроем. И попробуем сейчас вытащить. Хребет. Вот такой хребет у нас вытаскивается. Все очень легко. Ну, на вид прикольно, красиво все. Как я и предполагал, в принципе, немножко горбуша суховата. Ну, будем пробовать, чтобы получилось. Ну, на вид суховато, а так хорошее. Вкусное, приятное. Сейчас мы вот это все уберем. Коренья наши. Тут у нас попробую эти ребрышки. Они должны быть более сочные. Очень даже ничего получилось для такой рыбки. Попробую с перцем, с луком. Тоже запеклось все. Так, овощи. Овощи вообще бомбические должны быть. Сказка просто. Запеченные овощи с рыбой, когда печешь, очень вкусно, сладко получается. Здесь у вас где-то завалялась рыбка целая. Попробуйте запечь так. Она получится в разы дешевле, если вы купите такую же запеченную в магазине. И тем более вы сами приготовили. Как вы видели, все просто. Пробуйте такое вот приготовление блюда. Если понравилось такое видео на нашем канале, подписывайтесь. Кто не подписался, обязательно комментарии пишите. С вами был Димас, оператор Антон. Увидимся на канале. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok